Здравствуйте, дорогие садоводы, посетители нашего сайта Садовый Мир. Мы сегодня разговариваем о выращивании картофеля, о том, какой должен быть правильный посадочный материал. И вот наш консультант Сергей Владимирович Козлов нам рассказывает все тонкости этого дела. Мы уже поговорили о разных сортах, о том, как правильно делить клубень и зачем нужно это делать. Посмотрите наши предыдущие ролики, кому интересно. А сейчас мы будем разговаривать о выращивании, об агротехнике. Немножко поговорим об агротехнике. Я уже немножко в тех роликах затронул вопрос. То есть сажаем мы, особенно если резанный картофель, только в теплую землю. Пришло время, не нужно здорово торопиться, потому что в земле картофель, как бы он, евран не посадили, или если земля холодная, он может там вообще загнить и вообще не вырасти ничего. Поэтому земля, когда готова, только тогда в это время сажаем. Не торопитесь, рано посадить. Тем более в нашей местности заморозки бывают до первой декады июня. Вот, например, в прошлогодний год, например, в Градецком районе, 8-9, сейчас не помню, июня, был заморозок. То есть люди картофель поморозили. Ну вот в среднем все равно, по годам, на майские праздники можно сажать? Ну только ранний картофель, на майские праздники, только до 9 мая, только желательно ранний картофель, который небольшую площадочку, который можно... Покушать. Ну да, покушать. Но главное то, что если он... Он же через 20 дней прорастет, уже вырастет. То есть будет, какие-то у вас появятся листочки. И ему может прихватить мороз. Вот эту ляночку, когда, хотя бы, например, вы это чувствуете, что будет морозный день, можно с укрытым материалом утеплить его, или просто присыпать землей, чтобы листочки были в земле окущей, да, чтобы как-то... Ну и в конце концов, можно костерчик какой-то зажечь, чтобы дымом маленько спасло его. Ну торопиться, я говорю, лучше этот, попозднее посадить, чтобы гарантированно вырос урожай. Немножко про гра-технику. Когда вы выращиваете картофель на семена, то есть не на еду, мы ее высаживаем не как обычно, а чуть почаще, особенно резаный картофель. Обычно в расстоянии между кустами колебит 35-40 см, а для семенных целей я высаживаю 25-30 см. То есть он вырастает помелее, вот, и его побольше. По количеству его будет больше, да. То есть, чтобы вам побыстрее его развести. Вот. Тем более, я говорю, высаживаем, значит, я уже как сказал, это в зависимости от 25-40 см. Но это кому как, на продовольственное, если вам просто покушать картофель, сажайте по-реже, для семян почаще. Теперь, междурядие, ну, что я как агроном могу сказать, то, что чем больше междурядия, тем лучше для картофеля. Он лучше проветривается, в нем не заставится влага, вот, и не поражает. Солнышком лучше к кустике его освещается, да, этот фитофтороз меньше, этот в нем заводится. Ну, естественно, раз солнышко больше, значит, и крахмал в листьях накапливается больше. Ну, вот сколько все-таки расстояние? Расстояние, ну, минимум 55, вот, максимум 75-80 см, вот, где-то в этих пределах. Ну, в этих, я уже, как говорил, например, в хозяйстве выращивают 70 см между рядами, ну, а так обычно в своем хозяйстве 60-70 см, вот, в таких пределах выращивают. То есть его и хорошо и опучивать, и обрабатывать, а сорняков с ним лучше бороться. Теперь, что нужно ложить в лунку под картофель? Это самый распространенный вопрос. Конечно, самая хорошая подкормка для картофель, конечно, это перегной. Перегной, он нужен не только для того, чтобы картофель хорошо рос, но для повышения полдородия почвы, для накапливания в почве гумуса. Здесь существует такое понятие, как буферность почвы. То есть это способность переваривать в земле все, чтобы картофель и другие растения могли усвоить. То есть если у человека был хороший желудок, он все переваривает, он нормально живет. Если заболевания у желудка какие-то, то есть ему нужно есть определенную пищу. А когда буферность хорошая, то есть он все переваривает. То есть гумус, чем выше процент гумуса, тем лучше переваривает это, переваривает все. То есть если уж у кого нет, достать проблема с перегноем, делайте его сами с травы, складывайте в кучку сухую траву, сырую траву, перемешивайте ее с какими-то кустарниками, добавляйте, можно облить немножко суперфосфатом, мочевиной, чтобы перегнивало всего. Еще в последнее время продается очень много удобрений бактериальных, как Северное Сияние, как Байкал. То есть им можно обработать, чтобы там бактерии быстрее это все разлагалось и способность была у растений это все переварить. Из минеральных удобрений, если уж есть у вас нет возможности ничего достать, минеральное удобрение обязательно должно быть комплексное. То есть не один или два элемента, а должно быть три элемента. Обязательно это азот, фосфор и калий. Это обязательные компоненты, которые нужны всем растениям. И микроэлемент, желательно с микроэлементами. Магний, фосфор и все остальное прочее. Ну, порекомендуйте, вот что вы кладете? Ну, я в основном пользовался всегда, если уж вот на питомнике пробросал щепотку кемиры, сейчас она верника называется, фертика. Вот, финское удобрение. Но из наших просто картофельное удобрение, прямо они сейчас вот комплексное картофельное удобрение для картофеля. Читайте. Единственное, опять же, никогда не кладите очень много. Лучше не докормить, чем перекормить. Всегда вот я беру вот, что вот в щепоте помещается, вот лунку выкопали, например, под картофель, вот прям по всему конусу распыряйте это удобрение. То есть щепотку? Да, щепотку и вот прям этот самый, да, распределили по всему конусу, чтобы он был везде, чтобы корневая система как бы питалась везде равномерно. Вот, ну, лучше, я говорю, если есть у кого перегной, ведро перегноя на литр золы, перемешали с золой, это и как, это все микроэлементы в золе есть, потом, как я уже сказал, перегной содержит гумус, вот, поэтому, я говорю, там лучше всего вот это удобрение, лучше его нет, можно никакими минеральными. А вот этого компоста или перегноя, сколько вы туда кладете? Вот в каждую лунку чуть-чуть побольше пригоршни, вот прямо вот тоже так же распылили, да, на картофель, горшечку, да, бросили туда, достаточно. Ну, можно, если уж кайфка, у кого побольше, вот у меня много, например, органик, я прямо раскладываю перед перепахиванием, вот. А насчет навоза, вот как? Навоз, вещь, конечно, хорошая, но единственное, что, нужно вносить с осени под перепашку, как основное удобрение. То есть не в лунку? Нет, нет, ни в коем случае. И опять же, не в бух, не в буху, очень много. Вот, то есть, вот, примерно, если на сотку убрать, это примерно 100 килограмм на сотку достаточно, больше не надо. Иначе, просто, особенно, нужно сейчас в последнее время спецфабрик, много, этот, помёт уберу, особенно с куриным помётом. Нужно быть очень осторожным, иначе картофель сразу поражается горшой, будет весь у вас горшивый, некрасивый, проболеет обязательно очень глубоко, чистить его будет неприятно. Вот, нужно лучше делать на столе, делали, да, травяные, даже вот кукуриный настой, например, и в каждую горку при поле, поливают, например, добавляют по пол-литровой, ну, максимум литровую банку, не больше. Вот этим настоем поливают, как прикорневая подкормка, и очень хорошее повышение плодороди, плодороди, больше бы, в то же время, навоз ещё для чего, чтобы шёл углекислый газ, чтобы, крешки его усваивали, да, крешки, листочки для синтеза, этого, крахмала, обязательно нужен углекислый газ, вот для чего ещё этот, ну, и, естественно, навоз, как питание, вот, но обязательно, лучше уж, если нет возможности, в осень перепахать его, лучше положить, сложить в кучу компостное покрытие плёночкой, чтобы он там перегнил, а на следующий год уже будет хороший перегной, и уже можно не страшно уложить, там всё, всё будет усваиваемо легко, вот, ну, значит, первое время обычно спрашивают, как бороться с сорняками, вот вы посадили картофель, примерно через 3-4 дня нужно картофель обязательно пробрать, чем угодно, можно вилами, можно граблями, можно баронкой, лёганкой, то есть там уже сходов нет, сходов нет, ничего не бояться, дело в чём, всегда сорняки, вот вы, например, после посадки дня-то не пройдёт, просто землю ладушкой возьмите и ковырните, там появляются эти сорняки, в виде ниточки, так и называется, фазы ниточки у сорняков, вот в это время, это самое время, когда сорняками легко бороться, когда уже он укоренился, и когда уже он вылез наружу, его уже надо или тяпочкой подрубать, или культиватором каким-то, или чем-то срезать, то есть его уже с ним хуже бороться, а когда ещё вот он в земле, фазы ниточки, его бы проборонил, он вылетел на улицу. То есть грабельками? Да, грабельками слегка разборонил, это и рыхлит землю в то же время, и в то же время, я говорю, мы ведём борьбу с сорняками. Это можно сделать до посадки, например, считайте, 20 дней до всхода, всходят у картофеля примерно, можно делать 2-3 раза. 2-3 раза. И у вас сорняков практически не будет. После всходов, ну, увидели, когда уже картофель начинает пуститься, обязательно, конечно, некоторые Митлайдер, наверное, советуют не окучивать картофель, но в нашей местности, в общем-то, этот, или особенно в сырые года, в общем, картофель без окучивания и без рыхления, он просто загибается, начинает болеть, начинает эта самая земля комом становится, особенно, когда дожди идут, то есть вот, да, и фитофтороса без, и я говорю, самое главное, кислород не поступает к корням, а без кислорода ничего, его, как говорится, не растет. Ему как и влага нужна, так и кислород обязательно нужно. А если земля корка, все, там ничего не даст. Когда вот первый раз надо окучить-то? Первый раз, когда, вот, вы видите, уже начинает, вот, росточек вышел, и начинает, да, на поверхность, и это самое, примерно сантиметров 15 появился, и начинает картофель куститься, то есть, из каждого междоузлия, это самое, да, начинает выходить пасынки, так называемые. Вот, в это время вот желательно его первый раз окучивать. Чем больше мы раз окучиваем, тем лучше для картофеля, тем выше делаем гребень вот этот вот, картофелью, у него дополнительные корешки появляются, дополнительные столоны, тем больше будет урожай. И лучше вам будет его убирать, меньше он болеет, картофелью. Вот. Ну, остальные, кто, я уже, как говорил, уже, кто борется с сорняка, это, с хлорадским жуком, методом сбора или опрыскивания, пожалуйста, уже видите личинки, но ни в коем случае не допускайте до второй, третьей стадии личинок. Вот появились личинки, только вот первой стадии, желательно вот в это время обработать картофель. Это вот надо на обратной стороне их искать, так, да? Ну, нет, это самое, вы увидели, да, они уже выползают, они маленькие, когда первой стадии, вот они только еще, ну, меньше бабочки-коробочки, вот такой вот, такой, когда вот, они еще, прожелочность у них не такая, они еще мало питаются, но уже их видно. Чем обрабатывать? Ну, вот из препаратов, я говорю, конечно, их много всевозможных, я уж рекламу делать не буду, это уже желание сейчас всевозможных в интернете. Мы не рекламу, мы опыт хотим вас услышать. Ну, я уже лет 8, ну, обрабатывал конфидор, октара, вот, потом торнадо, вот эти препараты, но у них действие вещество практически у всех одно и то же, вот. А сейчас вы престижим просто, и это хватает, да? И это хватает на 2 месяца, в общем, ровно 2 месяца, через 2 месяца уже вот по второе поколение жуков, когда появляется из личинок, вот они нападают немножко. Ну, у кожи лани, если есть, там, например, картофель средне-поздний, например, 120-дневный, там приходится еще обрызгивать разочек, там уже проходишь. А вам хватает, в принципе, одного раза? Вот, мне хватает примерно, да, примерно одного раза достаточно, тем более, я уже, как сказал, у меня пчелы, мне брызгать нельзя, тут у меня пчелы загубишь в это время. Еще задают очень часто вопрос, надо ли обрывать цвет у картофеля? Да, да, да. Вот. Сразу скажу, если у вас есть небольшой участочек, и есть возможность такая, обязательно прищипывайте цвет картофеля, он примерно забирает 25% урожайности картофеля. И не надо дожидаться, когда он растет. Не надо, вот стрелочку начинает давать, цветок, вот, только что, не распустился, ничего, только цветочку дал. И вот как его пасынку прищипываете, оставляете стебелек 5-6 миллиметров, чтобы не так, как пасынку, не обрываете под этот, вот, а сберем стебелек, чтобы он дальше не рос. И урожай у вас будет, я вам говорю, примерно на треть побольше. То есть цвет забирает очень много, потому что все равно каждое растение растет за счет, да, семена дать хорошие. А семена в картофеле, не клубни, а то, что находится в яблочках зеленых, которые растут наверху. Ну, вот так вот по основе угротехнику рассказал. Да, еще вот если, ну, уж это, я уже немножко отрагивал. Обязательно перед выкапыванием картофеля, видите, ботва начинает засыхать, обязательно скашивать надо. Обязательно. За примерный, нет, не поленитесь, скосите, уберите ботву. Это, во-первых, спасет вас от заболеваний всевозможных. Во-вторых, я говорю, подержите, чтобы картофель после скашивания еще в земельке полежал недельку, ну, лучше 10 дней, чтобы он окреп, чтобы он лучше хранился, чтобы он не поражался меланином. Вот очень часто многие спрашивают, почему в картофеле картофель черный. Вот бывает такое, вот разрежаешь, а он черный. Это вот вещество меланин накапливается. В веществе, этот самый картофель, он накапливается из-за того, что не вовремя убрали, плохо идет хранение, плохо чем-то обрабатывали, или много какого-то лишнего элемента положения, например, калия или фосфора, или азота. То есть, вот всегда должна быть гармония, всегда быть все, как бы, все в контракте идти. Ясно. Вот еще у меня такой вопрос обязательно зададу. Вот вы в ломочку положили все удобрения, потом не подкармливаете? Я нет, мне просто возможности нет. Но и этот, в общем, подкармливать, это единственное, что во время полива. Так нам можно подкормить до этого, например, разбросать немножко в это, в междуряде перегнойчик или чего-то и его окучить. Это будет не хуже, но у меня просто возможностей не хватает иногда. Но я много унашу как основное удобрение органики, поэтому я говорю, я уже этим делом не занимаюсь, просто времени хватает иногда. Еще скажите, вот мы выкопали дальше картошку, что нужно сразу сделать? Сразу в погреб ведь нельзя ехать, да? Не надо. При выкапании, особенно когда земля очень сырая, пусть она у вас, но только ни в коем случае, не день целый лежит на солнышке, а хотя бы часа 3-4 приезжала и просохла. Просохла. Вот, значит, просохла картофель, убирайте ее куда-нибудь в помещение без света, ну, где-нибудь в гараже или где профессионал у вас лежит. И перед заморозками, вот у меня примерно до заморозка лежит, перед заморозками мы собираем всем семейством и картофель еще раз перебираем. Только после этого убираем на хранение. Еще один вопрос, такой часто задаваемый, какой картофель оставлять на семена? Простой самый совет всем, попался вам хороший куст картофеля, на нем 15-16 картошек, крупных, мелких, все возможные. Положите все в ведро, оставьте все на семена. То есть маленькие, большие. Да, и маленькие, большие, все на семена. Обычно оставляем вот на семена, вот такой картофель. С разных кустов. Обычно, да, с разных кустов. Мы выбрали, как у нас ведь все, как раньше собирать. Кучу, потом из кучи отпираем на еду, на семена и мелочь. А надо кустики смотреть. А надо смотреть обязательно кустики. Вот появился у вас хороший кустик или там, вот, не поленитесь, положите в ведро, в отдельный мешочек, оставьте все на семена. Всегда будете с картофелем, всегда у вас будет картофель. Крупный при посадке порезали, мелкий посадили целиком. Вот. Не стесняйтесь, вот даже вот такой клубе не всегда сажать по одной картошинке. Всегда я советую всем сажать по одной картошинке. Посади, посадили, вот. И он всегда у вас вырастет. А вот у нас как получается? Я говорю, отобрали, вот большую кучу сыпали, отобрали. И вот обычно вот из такого картофеля потом ничего не вырастает. Вот. Все больные эти кусты, они вот выродят 2-3 картошин вот таких. И мы их оставляем на семена. Ни в коем случае этого не надо делать. Вот. Особенно, когда вот, например, сорт нравится, вот. Но чувствует, что он выродился. Соберите самый крупный картофель. Оставьте на семена из этого сорта. И потом его, прям вот как я вот говорил, прям порежьте, каждый глазочек вырежьте. Нарциссов мне этот самый в институте говорил, академик, покойный свет. Вот. Чем мы чаще картофель режем, и чем больше его режем, тем он дольше не выродится. Он как бы регенерирует. То есть он обновляется заново. Его заставляет эта вот атмосфера, как вот во время войны. Почему люди редко болеют? Потому что стресс, потому что вот эта обстановка заставляет ее вот разрезать. Могонизуется все силы. Все вот именно, вот у него мобилизуются все силы. И он дает и хороший урожай, и дольше не вырождается. Понятно. Спасибо, Сергей Владимирович. Очень интересная была беседа. Мы надеемся, что вам еще, может быть, летом приедем. Такие-нибудь полезные советы от вас услышали. Пожалуйста, я буду очень рад всегда поделиться. Все, что накопил, все расскажу. Никогда ничего не утаю. Спасибо. Всего доброго.